145 человек, все педагоги-психологи, работающие в школах, гимназиях, лицеях, детских садах и центрах дополнительного образования. Для каждого из них узнать новую информацию в области детской и подростковой психологии крайне важно. Тем более, что в современном мире приходится сталкиваться с новыми вызовами, где помощь психологов просто необходима. Мы можем вспомнить ту массовую истерию с суицидами, недавнешнюю, прошедшую. Мы можем вспомнить нарушение поведения у детей, которые очень часто формируются именно в начале подросткового возраста. И мы, как педагоги-психологи, очень часто не можем определить, из каких предпосылок происходит это нарушение поведения. Из-за воспитания родителей, например, или из каких-то клинических моментов, непосредственно возникающих, например, из-за наследственности. Правильная диагностика – первый шаг к успешному решению проблемы. Второй – дальнейшее распределение проблемных детей по нужным направлениям. К психотерапевту, к медицинскому психологу просто на коррекцию в школе или к социальным педагогам. А в Сочи, где количество семей выросло на 200 тысяч, причем из абсолютно разных регионов России, где и менталитет разный, требует и от психологов другого подхода в работе. Всегда есть проблемы в любом переезде для любой фактической семьи. И поэтому мы сегодня особое внимание уделяем именно психологическому климату в наших семьях, в наших образовательных учреждениях. Потому что нам важна ранняя диагностика социального неблагополучия, ее четкое диагностирование, ее четкая работа с социальным неблагополучием, работа на упреждение, на профилактику. Медицинский психолог Николай Катиленков из Смоленска считает, что с классической точки зрения психологии как науки не существует. Здесь есть свои личные наработанные методики и теоретические разработки, которыми он и решил поделиться с сочинскими педагогами-психологами. Возможно, такой цикл лекций нам необходим для специалистов, может быть, не единожды, а как курс, потому что эти знания нам очень помогут в работе. И общество от этого только выиграет. В рамках фестиваля «Образование-2017» для сочинских преподавателей запланирована целая серия семинаров. В том числе и на тему психокоррекции тревожности учащихся и родителей в период подготовки к государственной итоговой аттестации. Елена Овсицына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.